линейных взаимодействий элементов которые их составляют вот и сами эти системы вступают нелинейные взаимодействия друг с другом самоорганизую структуры высшего порядка тоже то есть можно предположить значит при такой многоуровневой самоорганизации которые характерны для эволюции живых систем там мы должны встречать на всех уровнях организации живых систем должны встречать тоже как бы фрактальные эти самые фрактальность фрактальные образования и мы действительно их встречаем чем дольше исследуем организации живых систем тем больше встречаем на разных уровнях организацию фрактальность и фрактальность ну вот начнем суклеточному клеточному уровне можно их исследовать как как бы на уровне алгоритмов возникновения этой фрактальности и на уровне самих механизмов возникновения фрактальности но тут и фрактальность изучена не так однозначно поэтому конечно легче просто описать на разных уровнях организации также как мы описывали самоорганизацию живых системах на разного уровня начиная с субклеточного вот ну потому что как это визуально видят и как это визуально описывают исследуют на молекулярном уровне исследованы фрактальные свойства очень многих субклеточных структур и процессов включая первичную вторичную структуру днк рнк других биомолекул их комплексов динамики окислительных процессов работы ионных каналов и прочее конечно самое пристальное внимание здесь у нас тем макро молекулам которые исследуются чаще всего белкам нуклеиновым кислотам и сложность например днк рнк первичной последовательности она уже предполагает попытки всегда исследовать эту последовательность разными способами в том числе посмотреть если там какая-то фрактальные закономерности организации и опять же вот такое вот рассмотрение например первичной последовательности днк как фрактала она ведет к тому что мы можем пытаться визуализировать как какую-то фрактала подобную форму и попытаться оценить эти фрактальные размерности на геометрическом уровне и зрительно например вот например два исследователя я магиши и хиро и сделали такую двумерную визуализацию одномерного кода днк для нескольких десятков организмов для 32 видов организмов путем создания такой вот матрицы частоты встречаемости последовательности разных длин например вот если у нас там берем 4 нуклеотида у нас 4 клетки если берем последовательности по 2 нуклеотида у нас уже будет 16 клеток если по 3 нуклеотида уже длина последовательности уже будет много вариантов больше вариантов и так можно например вот они взяли для к равной 8 то есть точки уже становятся эти квадратики уже становятся такими маленькими что их не видно но потому что вариантов восьми буквенных последовательности уже конечно очень очень много но мы потом например просто визуализируем закрашивая в разные цвета зависимости от частоты встречаемости каждый такой последовательности из восьми букв в геноме мы например закрашиваем более темный цвет и получаем какую-то картину которую можно визуально оценить чисто той чистоты встречаемости вот разных этих самых разных восьми буквенных нуклеотидов и получается довольно хаотично ну а части хаотично части даже упорядочено такие фрактализованные картины их тоже можно просто обрабатывать как изображение вычислять разную разные фрактальные свойства их ну а можно и думать и спекулировать о том как организован генетический код в целом потому что мы видим что все разбито на коробку квадраты квадраты разбиты на квадраты меньшего масштаба квадраты разбиты на квадраты еще меньшего масштаба и так далее вот и идет идут градиенты частоты встречаемости вот этих восьми буквенных последовательности какие-то наиболее частых в одном угле в одном углу до более редки в другом углу ну то есть можно предположить себе что лицом например этот наш генетический код развивался путем дупликации и которая сопровождалась какими-то точечными мутациями и в результате образовался градиент как бы родства от более часто как бы более консервативных и древних последовательностей ну к тем которые пока что еще вообще не встречаются вот ну или какие-то вот такие вот можно с ними делать спекуляции а можно сейчас есть множество способов просто визуализации одномерной последовательности не только в двумерном таком виде но и в трехмерном виде плюс различное окрашивание что позволяет как бы визуально оценивать такую вот линейную последовательность первичной структуры днк которую человеческий разум ее изначальной форме видите как-то проанализировать не может сделав из них такую двумерную или трехмерную структуру мы даже визуально сможем с ней работать и можем всякие такие методы визуального графического нелинейного анализа к ней применять вот ну например вот пример такой трехмерной визуализации первичной последовательности днк просто ну это это просто абстрактная форма в зависимости от последовательности там выбирается форма ее такой трехмер организации цвет вот просто визуализация такая но это визуализация она уже может также как и на двумерных таких картинках можем глазом даже отличить от последовательности разных видов или последовательности разных генов какого нибудь высокоразвитого организма вроде как генами иммуноглобулина человека точно так же здесь мы можем трехмерную форму и сочетание цветов анализировать и оценивать различие там каких-нибудь мутациях норма патология и без два близкого родственных вида и прочее прочее можем оценивать несколько другими методами даже первичную последовательность вот я вообще очень много работ посвящено фрактальной структуре днк и здесь проблема в том что нет как бы глобальной теории которая бы объясняла откуда эта фрактальная структура первичной последовательности берется есть общее представление что нуклеотиды распределены в соответствии с некоторыми правилами эти правила на основаны на некоторых рекурсивных фрактальных алгоритмах что выражается в квазифрактальной организации днк и фрактальная геометрия днк связано с ее сложностью это информационная понятное математическое понятие связано с как бы информационной емкостью структуры вот информационная сложность связана с функциональной и эволюционной динамикой днк каким-то образом и здесь дальше уже изучаются различные фрактальные свойства различных участков днк и различных структур например исследован степенной закон распределения мобильных элементов разных классов транспозонов али лайн элементов в разных организмов и оказалось что они распределяются в геноме не хаотично а сокластеризуется с другими типами повторяющихся элементов генов и геномных компонентов вот и такая сокластеризация описывается тоже как фрактальная кластеризация сравнивают например фрактальные размерности различных организмов которые близко или далеко отстояло на филогенетическом древе например обнаружено что значение мультифрактальности генома на равнике с элеганс меньше по сравнению с геномом человека вот или например экзоны экзоны функциональные генные кластеры ортологический ортологичный гена встречается чаще в участках генома с более высоким показателем мультифрактальности то есть интроны оказывается менее фрактальны или вообще не обнаруживают фрактальности вот ну то есть вот такие вот такие работы они позволяют думать о каких-то общих принципах организации днк ее эволюции скорее всего организации в виде вот дупликацией какие какого-то дрейфа мутацией вот которые и образуют вот такую вот ну и при этом эти силы должны действовать опять же при различных масштабах более-менее одинаковы которые образуют вот такую вот через ряд масштабов такую вот самоподобную структуру последовательности днк и еще более как бы понятно и объяснимо фрактальность укладки хроматина например ядре такая работа она появилась 2009 году science хотя глава появиться и раньше вот потому что это довольно таки кажущаяся очевидная вещь у нас есть например одномерная структура очень длинная и нам нужно этой одномерной структурой заполнить трехмерный объем одно из основных свойств фрактала это способность заполнять пространство высшей размерности ну то есть как вот это вот кривая это гилберта одномерная кривая которая стремится заполнить там плоскость если это трехмерный объем на общем то также может пытаться заполнить трехмерный объем и вот как сделать так чтобы очень длинная одномерная структура простым максимально простым оптимальным образом заполнила максимально плотно какой-то трехмерный объем конечно же сделать ее фрактально изгибающейся сделать ее фрактальный и вот работы посвященные фрактальные укладки днк в клеточном ядре они уже есть казывал оказалось что она в общем гладко довольно фрактально ну и это позволяет во первых сделать это просто простые фрактальные алгоритмы всегда простые и соответственно если простая укладка то можно про просто будет ее раскрутить случае необходимости использовать какой-то какой-то конкретный ген потом уровень уровень компактизации хроматина например его тоже можно оценивать просто анализируя эти изображения вычисляет для них фрактальные размерности и оказывается вот эти вот методы оценки нормы патологии клетки которые отражаются на компактизации хроматинка в клеточном ядре или дифференцировки клетки они очень хорошо подчиняются вот этим методологии их распознавание автоматического помощью подсчета фактальной размерности хроматина на этих например фрактальный анализ оказался очень эффективен при оценке ультра структурных изменений в клетке на ранних стадиях апоптоза например вот или были изучены размерности хроматина в клетках больных лейкемии и ну статистически достоверно оказалось размерности хроматина не только статистически достоверно хорошо определяется оказалось что например случае апоптоза фрактальный анализ был способен зарегистрировать апоптозные изменения в клетках раньше чем проточная цитометрия на выявление фосфодилсирина днк фрагментации перфорации клеточной мембраны то есть фрактальный анализ оказался более чувствительный чем такие классические методы это днк белки конечно же тоже часто являются предметом исследований фрактальности и и оказалось что если мы берем вот такие вот двумерные проекции трехмерных структур белка таких вот ну ты таких каких-нибудь 3d моделях классических и разворачиваем по-разному и измеряем фрактальную размерность то независимости от угла разворота этих фрактальные фрактальные размерности для каждого конкретного белка они оказываются довольно таки схожи довольно таки общие и оказывается что фрактальная размерность каждого белка это как бы в какой-то степени тоже его инвариант и но были работы которые показывали что добавление фрактальной размерности к анализу белковой структуры она увеличивает способность найти функционально схожие белки и наоборот разделить белки как бы эволюционно общее у филогенетически разный групп организмов то есть это все отражается на фрактальной структуре белка и его функциональности его как бы ну то филогенетическая принадлежность от которой они взяли то есть она все вместе с теми методами которые сейчас используются для такой прогностического поиска функционального филогенетического разных белков базах данных если добавить еще эти вот фрактальные методы они могут измеряться не только по картинке они на самой 3d модели могут измеряться разными способами то там довольно сильно это может увеличивать точность предсказания структуры и функции этих белков этих базах данных там до 90 процентов и больше вот на субклеточном и клеточном уровнях исследуются фрактальные свойства пространственной организации мембран цитоплазмы ядер распределение рецепторов молекул адгезии динамики клеточного движения морфологии клеток их ассоциаций вообще все внутреннее пространство клетки можно писать как квазифрактальную структуру потому что вот опять же чем глубже мы изучаем клетку тем меньше там оказывается неконтролируемых процессов всяких там диффузии оказывается что все что-то как бы структурирует и поддерживает и вот у нас есть трехмерный объем цитоплазмы клетки например и как нам структурировать потоки энергии вещества информации внутри нее то есть если это будет как бы морфный трехмерный объем то там будет преобладать диффузия а это очень неконтролируемый неточный энергозатратный процесс который идет во все стороны и для того чтобы проконтролировать как бы сделать этот процесс более контролируемым нам нужно снизить размерность этой трехмерной структуры клеточного клеточного содержимого клеточные цитоплазмы а как ее снизить и и опять же мы возвращаемся к тому основному свойству фракталов которые используют живые системы это снижение пространство снижение размерности этого нашего пространства это заполнить его какими-то структурами низшей размерности которые максимально плотно просто методично и и ну и как бы упорядочно его заполняют вот у нас трехмерный объем какими структурами двумерными и одномерными можно заполнить этот трехмерный объем для того чтобы как бы снизить число степеней свободы внутри этого трехмерного объема здесь нам приходят из двумерных структур это мембранные структуры которые могут этот трехмерный объем упорядочить вот снизить число степеней свободы из одномерных структур прежде всего приходит на ум цитоскелет и вот это скелет он тоже заполняет трехмерное пространство клетки и образует пути как бы каналы направленной передачи всего чего угодно перетягивание внутриклеточных структур передачи энергии информации материи вот всего чего угодно ну и поддержание вообще как бы эти кучести цитоплазма в целом переходы гель-золь все 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 цитоскелет и вот и вот это вот снижение размерности но она вообще очень важно для структурирования системы поэтому например многие ферменты сидят на мембране липидной и внутренних мембранах почему потому что потому что почему например в промышленной каталитической химии ферменты часто они смешивают субстрата в жидком виде а садят сначала на какие-то глобулки гранулки потому что когда она не в трехмерном объеме а в двухмерном она двумерном плоскости сидит как бы количество степени свободы меньше и вероятность того что этот фермент встретит молекулу субстрата с которым должен химически провзаимодействовать получается выше и поэтому делают такие какие-то гранулки небольшие на их поверхность высаживают ферменты засыпают в реактор и потом туда уже заливают этот самый заливает уже этот ну то с чем эти ферменты должны работать субстрат вот и так одно лучше перемешивается и и это идет реакция быстрее точно также в клетке если эти ферменты свободно плавали то гораздо с меньшей вероятностью и с меньшей частотой они находили тот субстрат с которым должны работать ну я уже не говорю о том что у него это плавали в таком случае неконтролируемо и не находить в той части клетки которые не должны быть поэтому даже жизнь произошла считается скорее всего на разделе фаз то есть это было мировом океане да там то жидкая фаза но скорее всего но не просто зарождалась в объеме мирового океана а было на поверхности какой-то твердых фаза там на каких-нибудь там минералах которые больше это но способствует потому что опять же на двумерных плоскости снижается число степеней свободы соответственно как бы уровень энтропии так вот пассивно уменьшается уровень порядочности немножко возрастает пусть и пассивно на границе раздела фаз вот и там может начаться самоорганизация с этого как бы более высокого уровня упорядоченности с этого минимум меньшего уровня энтропии в этом локальном пространстве и цитоскелет если мы его так вот рассмотрим как попытки свести трехмерный объем клетки до суммы одномерных вот этих вот одномерных линий которые таким образом как бы делают пространство гораздо более упорядоченным и организованным все эти цитоскелетные структуры они очень хорошо описываются языком фрактальной диаметрии их изменения их перестройка вот и это очень себе квазифрактальные фракталоподобные структуры от них зависит все остальное от них зависит вообще все функционирование клетки и их не форма и и дифференцировка и и всем морфо функциональный аспект вообще цитоплазма клетки описывается еще как так называемый перколяционный кластер который тоже фрактален к описанию цитоплазмы использую применяется теории перколяции перколяция это переводе с английского как бы percolation это проникновение перколяционный кластер это такая структура как бы из хаотичных таких вот стенок перегородок которая напоминает собой такую пензу которая может быть проницаема может быть не проницаема в зависимости от плотности этих стенок этих перегородок и мы можем например нашей модели увеличивать постепенно плотность этих стенок увеличивать увеличивать ну или например наоборот уменьшать например если мы берем сначала очень плотный кластер и пытаемся например найти путь через эти хаотичные лабиринты в этом кластере с одного конца на другой и мы не находим потому что кластер такой плотный что рано или поздно он оказывается замкнутым везде оказывается как бы тупик вот и допустим если это что-то такое как пенза который там через которому пытаемся провести какую-то жидкость она оказывается не проводящим оказывается полностью изолирующим и мы например очень постепенно постепенно делаем его все более и более разрежем все более были убираем эти стенки делаем это буквально там по одной частицы совершенно постепенно и в какой-то момент его плотность становится такой что он начинает пропускать через себя то что мы проводим через нее вот то есть он становится проводящим становится как бы этим самым ну насквозь пропускающим для нашей жидкости или информации или что мы через него проводим зависимость от того что это за системы вот и вот это вот этот момент это структура при которой он становится вдруг из непроводящего в провалящее называется . коляция есть . проникновение и вот этот переход из дней проводящего в проводящий режим это по сути фазовый переход его описывают как фазовый переход то есть глобальные изменения состояние этой системы при очень плавном изменении его структура а зубы этого фазовый переход второго рода получается и вот как такой вот перколяционный кластер а он представляет из себя хаотический фрактал и вот такой вот как такой перколяционный кластер описывают и цитоплазму клетки то есть получается что если система находится рядом с этой точкой перколяции она находится в состоянии этого фазового перехода близко к этому фазу перехода в состоянии такой критической неустойчивости ну или там критической устойчивости если она еще чуть-чуть устойчива и в состоянии такой критичности эта система обладает всеми важными хорошими свойствами которые вообще обладают системы находясь в состоянии критичности то есть если нам нужно изменить глобальное состояние этой системы открыть например какой-то поток какого-то там но вещества энергии информации в каком-то направлении нам не нужно глобально перестраивать эту систему не нужно тратить много времени много энергии на перестройку она уже находится в состоянии близком порогу перколяции нам нужны какие-то очень минимальные энергетические незатратные перестройки и то что было заблокировано вдруг открывается и появляется там перенос там вещества энергии информации оттуда куда нужно туда куда нужно или наоборот закрывается из ну или также например механические свойства клеток когда у нас там вываливается у ползущей клетки какая-нибудь там ламелоподия и для этого нужно нам совершить переход гель-золь цитоплазмы нам нужно разорвать эти кучи связей этих сшивок картиновых филаментов микрофиламентов картикальных под мембраной хорошо бы чтобы вся эта структура цитоскелетная в таком случае была организована так чтоб нам минимум таким раз таких разрывок разрывов чтобы не тратить много энергии мы бы эту как бы этот переход гель-золь совершили вот эту цитоплазму разжижили ну и предполагается что так она в общем и природой и и создан так она и поддерживается и потом закрепить ее могли бы тоже не каким-то глобальными перестройками всей этой сети а сшив опять же в минимальном количестве мест для этого она изначально должно будет быть в критическом состоянии быть на границе между делим и золем на границе вот этого как бы перголиционного перехода вот свойства самих клеток и образуемых их структур зависят и от формы межклеточных ансамблей вот и от структуры межклеточных ансамблей и эти механические свойства клеток они зависят от свой субстрата который влияет и на дифференцировку клеток и на клеточное поведение а все это связано через цитоскелетом и все это передается функциональный на физиологический уровень клеток через цитоскелет многие типы клеток они вообще без как бы правильно организации цитоскелета не дифференцирует до конца например мышечные клетки если мы будем суспензионной культуре у нас миотубы не появится дифференцировка до конца их не произойдет нужно они будут ну то есть им нужно натянуться и создать реальные физические напряжение цитоскелета чтобы конца дифференцировать а вот а в этом суспензионной культуре они только образуют эти как гламираты виде шариков и если конгломераты будут большие то те не дифференцированные мышечные клетки которые сядут на поверхность эти конгломератов смогут для них закрепиться сами таким образом создав твердый субстрат распластации натянуться только они смогут до конца дифференцироваться все остальные останутся не дифференцированы вот и процессе например эмбрионального развития миграция клеток и дифференцировка деления но все происходит контролируемая как бы большой степени вне клеточным матрицам вот эти молекулы сигнальные молекулы и адгезивные свойства не клеточного матрица и механические свойства не клеточного матрица они направляют там там где как бы адгезия поменьше там они и продолжают потоком двигаться потом где-то адгезия увеличилась они там останавливаются и начинает расти там клеточная популяция там самит какой-то там образуется вот и вот все вот эти вот процессы которые обычно даже сейчас как бы достаточно точным численным статистически достоверным языком не очень сильно исследуется не очень сильно описываются что достоверным численным языком статистическим обычно какие-то молекулярные генетические процессы до сих пор описываются а их на самом деле их можно все эти пространственные процессы пространственное распределение и макро молекул и каких-то ферментов и субстрата и в клеточных форм и клеточных потоков и и цитоскелета это все можно описывать языком фрактальной геометрии все это можно оцифровать вот языком различных фрактальных размерностей лакунарности вот казать еще да ну это потом еще скажу кроме мультифрактального спектра и разных типов самих фрактальности есть еще другие методы описания методы такого нелинейного описания биологических структур частности еще а ну и вы у нас без статистики помните была лакунарности они в общем если посмотреть формулу то они выводятся из тех же фрактальных размерностей близки фрактальным размерностям общий как бы очень схожие алгоритмы описание вот можно как пример привести такое вот использование этой методологии описание с через фрактальную размерность нормы патологии в клеточной активности например описывая спикулы и вы иглокожих то есть у всех иглокожих там еще в амбригенезе спикулогенные мизанхима начинает синтезировать эти конгломераты колодина мизанхим начинает синтезировать маленькие спикулки вот которые служат вместо скелета и эти спикулки они вот они разные у разных видов иглокожих и они такие тоже все бывают фрактализованы потому что вообще фрактализация другая ее полезность для организмов они как бы уменьшают вес вот этой опорной структуры но при этом сохраняют ее прочность то же самое происходит в губчатых костях например у позвоночных вот и то есть если бы она была просто монолитно залито ну и первых там очень тяжелая было бы много ресурсов для его создания прошло бы и в результате она бы и не было более прочным чем губчатая кость вот также и в спикулах иглокожих и вот эти спикулы они формируются можно увидеть чашки петри как они формируются если взять это брион на стадии бластулы разбить его на бластомеры выселить чашку петри там будет продолжаться и дифференцировка отделится ползающей клетки спикулогены мизанхимы они начнут собираться в кластеры похожие на сенсити но на самом деле это просто кластеры клеток которые прилегают плотно друг другу псевдоподиями и они начнут образовывать такие в поле внутри этих кластеров и туда начиная начнут эту ну вот этот материал из которого который будет кристаллизоваться и из которого будет расти спикул они начнут его туда выделять и это спикулы начнет расти вот ну и у получается как бы у разных видов иглокожих разное клеточное поведение то есть пикулогены мизанхимы она приводит к тому что вот форма этих кластеров и само клеточное поведение и вот направление выделения этих вот ну может быть даже сама формула вот этих вот кальцию биокальцевых этих самых которые кристаллизуются виде спикулы которые в результате дают разные спикулы все это отличается все это видоспецифичным и можно провести такой эксперимент мы например берем эти клетки эти клетки спикулогены мизанхимы например когда они уже образовали там в чашке петри какие наши конгломераты и начали пытаться эти спикулы синтезировать и обработаем их цитохолазином которая разрушает активную сеть клетки вот цитохолазин не убивает их до конца он просто разрушает активную цитоскелет в результате эти наши распластанные правильные сложные формы клетки спикулогены мизанхимы округляются этот ну этот клеточный кластер между ними которые они образовывали разрушается вот и спикулы перестает синтезироваться а потом мы но они если мы их цитохолазином не до конца убиваем так чтобы она все-таки осталось прикреплены к этому к субстрату только чтоб мир клеточные связи там теряются и а потом мы отмываем ее тихонько от этого цитохолазина и она постепенно восстанавливается и и снова выстраивает кинулый скелет внутри себя вот снова у нее появляется псевдоподии она очухивается и начинает искать другие клетки и начинает пытаться снова синтезировать но они снова образуют такой конгломерат и он начинает пытаться снова синтезировать спикулы внутрь мы видим что он они уже начинают синтезировать эти стекула не правильно спикулы получается аберрантная то есть если в норме там вот этого стронгилоцентротуса нудуса спикула трех лучевая правильная то потом после обработки цитохолазином и отмытия спикулы получаются всякие разные разветвленные неправильные вот ветвистые всякие утолщенные прочее прочее почему так получается потому что вот через этот цитоскелет который контролирует форму клетки которые контролируют правильное расположение всего внутриклеточного содержимого внутри клетки которая должна быть порядочно правильным образом для синтеза новой спикулы вот для синтеза правильной спикулы это все это генетическая память которая передается еще от яйцеклетки и она передается правильным образом когда мы и уснул поддерживаются цитоскелетом и И потом мы этот цитоскелет разрушили, и это все перемешалось. Потом клетка восстановила свой активный цитоскелет, но она восстановила его Денова. Она его восстановила просто как пришлось. Вся эта пространственная эпигенетическая память была утеряна. И дальше она уже поэтому начинает синтезировать эти спикулы уже как придется. Уже опираясь на хаотически воссозданные вот эти эпигенетические структуры. И получается спикулы неправильные. То есть мы как бы в клетках ведь важна не только молекулярная основа всех тех процессов, которые происходят, на которые вы можете соскрести, гомогенизировать и это все описать на молекулярном генетическом уровне. Там важна пространственная организация геометрии, в том числе и в этой эпигенетической памяти. И вот эту пространственную геометрию мы описываем сейчас словами, как я сейчас делал. Но вот эту пространственную организацию, которая так важна для развития, дифференцировки и функционирования, ее можно описать теми же самыми численными статистически достоверными методами, которыми мы описываем их и все эти процессы клеточные на молекулярном уровне. То есть мы можем описать с помощью разных фрактальных размерностей и цитоскелет, и распределение этих рецепторов, и молекул адгезии. Можем описать фрактальность самого сенсития. Можем описать фрактальность и самих спикул и в норме, и в патологии. И достоверным численным образом отличить, статистически достоверно отличить норму от патологии. То есть все вот эти вот пространственные структуры мы с помощью языка фрактальной геометрии можем изучать статистически достоверными численными образами. Ну и в общем они потихоньку используются для описания таких клеточных систем. Ну вот еще из литературы пример, например, описание фрактальности границ доменов колоний Шрихи и Коли. Тоже не дают хаотизированные такие колонии, но такие колонии хорошо описываются языком фрактальной геометрии, как и любые натуроподобные хаотизированные структуры. Другой пример очень фрактального поведения клеток – это создание клетками инвитро конгломератов клеточных. Например, у тех же морских беспозвоночных, например, очень сильно конгломерируют гемоциты гребешка. Они вообще очень слепательные, очень сильно слепаются. Если брать его шприцом, то конгломерат образования начинается уже прямо в шприце. И когда выливаете это в чашку Петри, то оно оседает на дно и прилипает уже большими разветвленными готовыми конгломератами. Потому что когда оно перемешивается, еще в суспензии, даже когда оно не осело, эти клетки начинают прилипать друг к другу и прозловывать эти конгломераты. И они очень хорошо моделируются всякими такими моделями простой самоорганизации, вроде тоже DLA-модели. Ну, наверное, к ним даже больше подойдет моделирование, как бы, вариантом идеевой модели. Называется CCA, модель Cluster-Custer Aggregation. Потому что там же образуется много маленьких кластериков. И эти кластерики тоже прилипают друг к другу, образуя кластеры большего масштаба. Поэтому Cluster-Custer Aggregation, когда у нас нет одной точки конгломерата образования, а каждая частица является центром конгломерата образования. И все они вместе с конгломератами прилипают друг к другу. Это как-то в реальности происходит же так. И в результате это больше похоже на то, что происходит с этими гемоцитами гребешка. Но, тем не менее, они очень хорошо моделируются, как вот такие вот фрактальные кластеры, хотя и сглаженные. То есть сначала они прилипают друг к другу, образуются такие вот... Ну, а такие кластеры, такие разветвленные, неправильные, их можно не только на гемоцитах гребешках, можно на чем угодно. Но и сглаженные секреты достаточно много, хотя бы те же эмбрион морского ежа, это разбить на отдельные клетки. Если достаточно много их, вылить в чашку Петри, и там вот оно все будет в таких вот тяжах и конгломератах неправильных красок. Ну, а здесь они образуют сначала вот такие разветвленные, неправильные конгломераты, а потом начинают асфериваться, потому что они начинают сжиматься. И в конце концов все сжимаются и становятся просто этими самыми, как бы, этими круглыми конгломератами, шариками разных размеров. Потому что, ну, они это увеличивает площадь соприкосновения клетки друг с другом для того, чтобы асфериться. Потому что в природе им нужно, если это, ну, произошло ранение у животного, то это образование конгломерата, это тромб. Он должен заткнуть эту рану, а потом этот тромб должен сжаться, чтобы стянуть края раны. Вот, ну, а на дне чашки Петри стягивать нечего, и поэтому он равномерно со всех сторон сжимается и становится шариком. Вот, и их можно описать тоже как фрактальные структуры на всех статях вот этого вот конгломерата образования. И под похожие такие вот неправильные конгломераты, они есть и во фрактальной геометрии природы Монтельброта. Вот здесь вот справа это компьютерные фрактальные кластеры, сделанные еще классиками фрактальной геометрии. Еще в книге фрактальной геометрии природы они уже есть. Вот, то есть такие вот хаотичные как бы фракталы, ну, это простые хаотичные фракталы, которые генерировал на компьютере еще Монтельброт. Ими можно описывать весь этот вот процесс. В клеточном автомате тоже можно его легко описывать. Ну, а потом ретракция происходит и они образуются, становятся такими шариками. И здесь у нас есть только фрактальное распределение местоположения и размеров этих асферившихся агрегатов. Но, опять же, это фрактал, который можно назвать уже совсем классическим, потому что, опять же, этот фрактал шведский сыр, он есть в книге «Фрактальная геометрия природы Монтельброта». Вот. То есть, он, его можно моделировать, ну, тут переменную опять чуть-чуть изменить, чтобы там плотность их количества... Ну, хотя это вот и плотность, количество концентрации саноги Молимфы тоже можно изменить, но оно будет больше или меньше похоже на этот фрактал шведский сыр. Вот. То есть, здесь у нас, здесь просто эта фрактальность, она отражает детерминированно хаотическую суть этого процесса. Здесь у нас генетически детерминировано слипание клеток при их контракте, контакте распластывания на субстрате, движение по субстрату. Вот. А само хаотичное, диффузное движение клеток к суспензии – это хаотичный элемент детерминированно хаотичного процесса. А вообще, само распластывание по двумерному субстрату вот этих фибробластоподобных клеток инвитро в культуре – это один из самых хороших объектов для приложения методологии, такого нелинейного анализа морфологии. Потому что, если это классическая цитология в описании клеток с этими мелоподиями, севдоподиями, оно же было взято для чего? Для каких-то инфузорий или для фибробластоподобных клеток каких-нибудь млекопитающих, которые, в общем, довольно стандартные, там их можно выделить. А если мы будем брать какие-нибудь более интересные клетки, вроде гемоцитов, целомоцитов, беспозвоночных, морских беспозвоночных, которые мы можем просто собрать в море под институтом, то здесь это уже становится сложнее. Какие-то мелоподии, какие-то псевдоподии, но куча переходных форм, оно все просто переходит одно в другое. Цитоплазма вообще может фрагментироваться на отдельные капли. Тут даже тело клетки иногда не видно, потому что это может быть такой отросток, который по площади может быть больше, чем та часть клетки, в которой лежит ядро. А вот, и кто тогда считать клетком, телом? Ну, то есть, так вот, геометрически. И вот такие формы, они просто идеальны для описания языком фрактальной геометрии, языком фрактальных размерностей, лакунарностей, при которых мы можем находить какие-то корреляции между, или их отсутствие между разными типами этих фрактальных размерностей, находить корреляции между ними и какими-то линейными показателями, и отличать клетки схожего типа, но разных видов, они будут отличаться, или клетки, выделять клетки разного поведения и разных типов внутреннего вида, морфологически тоже сможем их выделять, вот, и вполне себе эффективно. Ну, большинство этих размерностей, они будут достаточно высоко коррелированы, вот, но не все. И иногда они бывают высококоррелированы у одного вида, и менее коррелированы, и вообще некоррелированы у клеток другого вида, или клеток другого типа. И таким образом мы можем понимать, что это, в общем-то, они все равно, даже если они коррелированы, это не лишняя информация, не повторение одной и того же алгоритма вычисления размерности. Они описывают какие-то структуры, которые описываются одной размерностью у одного типа, но какие-то другие структуры, которые описываются разными размерностями по-разному у другого клетчатого типа. То есть это все получается более интересно. И мало того, вот эти, ну, вот здесь вот на картинках, это распласты, клетки распластываны разных типов, распластываны в течение часа и зафиксированы на дне. А так-то это же, если проследить за ними от двух минут после высаживания на субстрат, когда они только прикрепились до того же, например, часа, окажется, что форма меняется, и вот эти все характерные размерности тоже меняются. И эту динамику, ее тоже можно использовать в описании. То есть это будет такой пространственно-временной ряд этих характерных размерностей, который будет характеризовать клетки определенного типа, и характерные именно для этого вида. Вот. И это все очень, очень делает, как бы, очень дифференцированным и очень хорошо распознаваемым клеточные типы, морфотипы, клеточное поведение в культуре. Ну, гораздо больше, чем это чаще всего используется, когда там только площадь, вытянутость клетки, ядерно-стоплазматические отношения вычисляют и называют это морфологией. Вот. Тут, конечно, гораздо больше можно увидеть всего этого. И понятно, что, скорее всего, все те какие-то влияния, которые, в принципе, влияют на физиологическую активность клеток и ее поведение, они будут проявляться во всей этой морфологии, во всех этих фрактальных размерностях. Дифференцировка клеток, даже там на стекле или на пластике мы ее, физиологическая активность, состояние организма, в норме эксперименте, если мы там распределение рецепторов и их наборов адгезии, да, все, что мы делаем с цитоскелетом, если наши какие-то экспериментальные воздействия или какая-нибудь норма, патология влияет на цитоскелет, да, вот все, что угодно. Оно будет отражаться в разнообразии этих клеточных форм, и мы их сможем именно статистически достоверно, а не литературным языком, описывать численно, а описывать с помощью вот таких вот алгоритмов фрактального анализа. И здесь получается, в общем, нам даже не обязательно, чтобы она была по-настоящему фрактальной, ну, то есть с точки зрения математика. Мы используем эти фрактальные алгоритмы уже как бы просто как методологии такого нелинейного анализа изображений биологических объектов, которые позволяют нам методологически отличать вот такие вот неправильные образы объектов, ну, и вот делать такие вот картинки, как у нас были в биостатистике, и в которых мы видим, что клетки разных видов отличаются, ну, просто суперски. Можем их очень хорошо квалифицировать. Потом, если это продлить на... связать вот эти различия морфологии с различиями физиологии клеток, то можно как бы подвести биологическую базу под это все дело. Вот потом... Вот такие фрактальные методологии давно используются, например, в медицине, опять же, для распознавания таких вот образов клеточных структур. Ну, для анализа шероховатости поверхности клеток или на таких прозрачных структурах на микрофотографиях. Потому что, опять же, представим себе этот искусственный интеллект. Это мы можем выделить, зная, что здесь ядро, что есть лакуоль. Для него это просто хаотическое скопление темных и светлых пикселей. Вот ему нужно как-то в этом ориентироваться более как бы механическим образом. Более как бы этот самый технический анализ производить, а не фундаментальный, как наше сознание делает. И здесь всякие вот эти вот фрактальные размерности, лакунарности, они там довольно сильно, на несколько десятков процентов иногда, могут повысить, например, эффективность автоматического распознавания, например, перерожденных клеток, когда это там в клинике автоматический процесс, просто анализа этих препаратов идет без участия человека. Или, например, вот распределение фрактальных размерностей этих, ну, шероховатой вот поверхности, ну, просто вот поверхности, которая естественным образом, она негладкая у клеток нормальных и раковых, она глазом видно, что она разная. Но как это формализовать численным образом? Вот мы вычисляем всякие фрактальные размерности какого-нибудь типа, любого типа, который подойдет. И видим, что различие фрактальной размерности такое, что они уже даже не перекрываются. И можем численно это различие, этих фрактальных размерностей выразить. Вот одна из классических направлений использования фрактальных алгоритмов, фрактальной методологии для описания клеточных структур. это были нейроны. Ну, потому что нейрон, это прям мы смотрим на нервную клетку и мы видим, что она прям идеально фрактальная. Это прям настоящий фрактал. Ну, как древовидные ветвления и элемент хаотичности при этом. Ну, и сама физиология и ее роста каждого фрактала. То есть, почему она такая фрактальная? Когда в организме миллиарды клеток, организм не может контролировать точно рост каждого нейрона и каждого его отростка. То есть, здесь все эти растущие нейроны имеют дело с вероятностными процессами распределения всех этих сигнальных молекул на субстрате, которые направляют рост отростков, с вероятностными процессами ветвления в определенные моменты. Опять же, когда они формируют свою форму, образуя нейронные сети. В зависимости от самообучения и потоков информации в процессе образования этих нейронных сетей и их обучения, их формирования, вызревания. Это все вероятностные процессы. Ну, и в результате у нас получаются нейроны у нормального, высокоразвитого организма, не уцинорабники с элегант, у которых много нейронов, у нас получаются такие, что каждая клетка уникальна по-своему. И они образуют клеточные типы, морфофункциональные, чисто статистически. Когда мы обрабатываем, там стоили больше клеток и статистически находим отличия от других типов клеток. И, соответственно, вот эти все древовидные структуры, они очень хороши для фрактального анализа изначально были. И на нейронах этот фрактальный анализ прежде всего использовали. Ну, опять же, здесь мы не доказываем отдельно, что нейрон – это фрактал. Такие работы тоже были и с доказательствами, и с опровержениями. Мы используем эти фрактальные алгоритмы как просто тоже методологию оценки общей структурной сложности этих нейронов. И при этом мы можем визуализировать ее разным образом. можем делать силуэтное, контурное, скелетонизированное изображение и получать разные фрактальные размерности, которые как бы даже описывают разные явления. Потому что, если это у нас силуэтное изображение, с одной стороны, хочется использовать его, потому что оно самое не модифицированное, самое как в природе, просто двумерная проекция нейрона. Но, с другой стороны, если это у нас будет просто толстое жирное тело клетки, заполнять это пространство, у нас будет высокий фрактальный размер. Это не потому, что он фрактализован. Потому что вот эти внутренние части, их размерность равна двум. Потому что это полностью двумерная залитая область. И есть даже такие работы, где, например, легочное древо, там на цветной картинке разными цветами показаны размерности разных частей легочного древа. И центральная, там трахея толстая, это, понятно, размерность 2. Там нет никакой фрактализации. Ну и дальше оно там уменьшается. И поэтому есть вариант, что хорошо бы вообще эти двумерные залитые области устранить. Сделать, например, однопиксельный адрес изображения, контур. И тогда мы сможем описывать, измерять фрактализацию именно изгибов и микроскульптуры границ клетки и отростков. И это будет более адекватно. А можем вообще сделать скелетонизированной. И тогда будем исследовать не какие-то шипики на отростках клетки и микроскульптуру, а именно фрактализацию самих изгибов и хода ветвлений отростков. То есть это будет фрактальность, которая будет говорить именно о фрактальности вот этого специфической черты. Ну и оно все можно использовать вместе и смотреть, как оно, как с помощью этих фрактальных размерностей разных типов обрисовки клеток мы можем находить какие-то морфо-функциональные отличия клеточных типов и смотреть, например, тоже корреляции их с этими самыми, с какими-то классическими этими параметрами, которые в нейробиологии обычно используют для описания морфологии нейронов. Ну и они вполне себе есть. В отличие от всяких этих распластанных гемоцидов целомоцидов, где совершенно все хаотично, нейроны, с другой стороны, им, в общем-то, это даже чуть несколько меньше нужно, эта фрактальная методология, чем вот при описании каких-нибудь распластанных гемоцидов, целомоцидов, потому что у них свои собственные морфологические показатели довольно-таки стабильные и хорошо различимые. Например, общая длина отростков, количество точек ветвления, тела клетки, длина конечных отростков, это все очень четко подсчитывается и можно сделать корреляционные таблицы и проследить взаимосвязи нелинейно-фрактальных свойств этих клеток с их классическими морфологическими свойствами. Ну, и вот эта площадь поля, на которой клетка распластывается вместе со своими отростками нейрон, площадь самой клетки, ну, то есть черных пикселей, подсчитанных, количество концевых отростков, количество точек ветвления, ну, и прочее, и прочее. И вот некоторые оказываются очень высоко коррелированные с этими самыми, с фрактальными всякими, с фрактальными, ну, вот, например, площадь, там, клетки, с DB, это Dimension Box Counting, фрактальность подсчета квадратов D и Informational Dimension отличается от Box Counting, это тем, что там подсчитывается не сколько квадратов вошло изображение, а сколько пикселей именно в этих квадратах вошло, в эти квадраты. Outline, это вот эти контурные изображения, вот, ну, и вот, можно исследовать. И эти фрактальные размерности, они дают информацию о, как бы, общей сложности и, как говорят теоретики, информационной емкости нашей структуры. То есть, например, было выяснено на нейронах рыб, что незрелые нейроны часто обладают фрактальной размерностью больше, чем зрелые нейроны в мозге тех же отделов, в мозге взрослых рыб. То есть, по мере окончания, ну, то есть, когда нейрон начинает расти, понятно, фрактальный размер сначала увеличивается, может, и количество отростков растет, растет, а потом, в конце, при созревании этого нейрона, количество отростков начинает чуть-чуть снова уменьшаться. И фрактальная размерность, соответственно, тоже уменьшается. Почему? Потому что тут избыток отростков. То же самое, как в нервной системе есть изначальный избыток нейронов, большинство умирает от апоптоза, также есть избыток отростков. Потом те отростки, которые не участвуют в формировании нейронных сетей, они атрофируются. Ну, и поэтому есть такие теоретические работы, где подсчитано, что изменение фрактальной размерности нейрона на одну десятую соответствует усложнению структуры морфологии нейрона в два раза. Ну, и уменьшение наоборот. Ну, а здесь, конечно, нам не мешает описывать эти нейроны не сами по себе, а, наверное, хорошо было бы их еще описывать внутри вот этих нейронных сетей, которые они создают. Потому что можно представить себе, что эти как бы нейронные сети одинаковой сложности, их же можно создать меньшим количеством более сложных клеток нейронов, более сложной морфологии, можно создать большим количеством нейронов с более простой морфологией. А уровень сложностей в самой сети будет одинаковый. И тут уже разные, как бы, эволюционные шаги, наверное, для разных групп они могут быть разные. И, опять же, почему вот, эти наши гемоциты, целомоциты морских беспозвоночных такие все красивые, разнообразные и фантастические. А если посмотрите на те фибробластоподобные клетки в культуре у млекопитающих, они все гораздо более скучные и однообразные. Да, потому что у морских беспозвоночных гемоциты, целомоциты гораздо более не дифференцированы. Они просто там их всего-то, чаще всего, два, три, четыре типа бывают. А у млекопитающих гораздо более дифференцированы. А когда клетке приходится выполнять сразу же множество разных функций, это отражается и на ее структуре. Она оказывается более сложной и она оказывается более фрактальной. Ну вот, то же самое возможно есть и у нейронов. Ну, конечно, есть клеточные типы, нейроны типа клеток, каких-нибудь там мозжечка, которые у них, специализация, быть суперсложными. Но в норме возможно, ну там, если мы возьмем как бы один и тот же клеточный тип у более выскоорганизованного филогенетически вышестоящего и нижестоящего организма, то возможно мы увидим наоборот упрощение в морфологии каких-то нейронов, только благодаря тому, что там на том месте, где был один клеточный тип у более низкого эволюционного низкого существа, там появилось несколько более простых клеточных типов нейронов и более высокорганизованных существа. Они отличаются друг от друга, но каждый из них по отдельности стал уже как бы проще благодаря своей специализации. вот вот так вот их можно использовать для эти фрактальные алгоритмы можно использовать для исследования клеточных культур. Ну и, кстати, если мы говорим о нейронах и говорим о мозге, здесь не надо забывать, что фрактальная и деятельность самих этих органов, самих этих структур и систем организма. Для того, чтобы оценивать по фрактальности, по рефункционированию, мы исследуем фрактальность странных аттракторов, то есть аттракторов, которые описывают функционирование. Например, исследовали фрактальности энцефалограммы у разных существ и у человека в норме патологии. Вот тут чисто численно, чему будет равняться фрактальная размерность этой структуры, там зависит от, опять же, количества этих самых шкал, размерности того пространства, в котором это все строится. Ну, мы же можем взять, как бы, это, там, два типа вот этих вот волн, там, по ху, по у, сделать три в трехмерном, сделать четыре, сделать пятимерное пространство, ну и, соответственно, у нас оно будет там между двумя и тремя, между тремя и четырьмя. Этот странный аттрактор имеет фрактальную размерность, что зависит от методологии каждой конкретной работы. Но, вот, например, в одной работе размерность энцефалограммы здорового, то есть активности мозга здорового человека, бодрствующего, лежала между 5,2 и 5,9. Вот, вот, потом размерность энцефалограммы спящего человека колебалась в районе семи с половиной, например. И, причем, в этой же работе размерность энцефалограммы ящерицы была в районе шести. То есть была схожа с энцефалограммой, размерность энцефалограммой человека. И вот в такой методологии считается, что вообще размерность сознания человека по энцефалограмме лежит в районе между 5 и 8, являясь, конечно, дробным значением, потому что описывается странным аттрактором. Ну, вот, ну, то есть можно его также описывать на физиологическом уровне. Теперь перейдем к тканевому и органному уровню организации. Здесь фрактальность тканей, конечно, больше всего, прежде всего, использовалась и исследовалась при исследовании патологии. Вот. При исследовании канцерогенеза, например. И опухоль описывалась языком фрактальности. Ну, нам нужно что-то кластеризующееся или что-то ветвящееся. То есть мы можем попытаться описывать фрактальность какой-нибудь не ветвящееся, не кластеризующейся ткани. И если докажем, что ее алгоритм, ее формирование фрактальное, ну, очень трудно представить себе, как вот это методологически описать, ее фрактальность. Вот. Ну, и отличить норму от патологии, может, там быть, не видна. А здесь, в случае опухоли, она оказывается вполне хорошо видна. И вот тут слева это чисто компьютерный фрактал в центре доброкачественная опухоль. И вот реальная фрактальность, она выявляется только у доброкачественной опухоли. А потом, ну, правильная фрактальность, где, как бы, эти самые кластеры, эти, ну, как бы, эти тканевые, они создаются из кластеров чуть меньшего масштаба. Ну, когда это все более-менее кластеризуется хоть как-то. А в доброкачественной опухоли и такая структура, она, злокачественная, и такая структура, она пропадает. Почему? Потому что, что такое опухоль? Клетки опухолевые перестают отвечать на регулирующие сигналы организма. Становятся в большинстве случаев неуправляемыми. И начинают просто образовывать наросты, начинают, как бы, делиться неконтролируемо. И заполняют такой вот самособранной простой структурой пространства. Но в доброкачественной опухоли хоть какая-то самоорганизация пространственная, таких вот слепых клеток, все-таки сохраняется. И поэтому образуется такая простая структура, которую можно описать как фрактальную структуру. Потому что фрактальный алгоритм организации – это просто простейший алгоритм организации. То есть она как бы вырождается в фрактальную структуру в виде таких вот фрактальных этих самых, ну, этих, кластеризации этих клеток, объема клеток. Вот. А потом при дальнейшем алгоритм организации клетки становятся, когда доброкачественная опухоль переходит в злокачественную опухоль, клетки опухоли становятся совсем неуправляемыми. Настолько неуправляемы, что они вообще перестают друг друга слушать, как-то друг с другом взаимодействовать. Вот. И разрушается вот даже эта простейшая кластерная фрактальная структура, доброкачественные опухоли. Вот. Ну и получается такой вот совершенно хаотичная груда клеток. Вот. То есть это все такой вот переход, деградация как бы управления, деградация сложности организации этой структуры. Но вообще не обязательно рассматривать опухоли. Все тело многоклеточного организма можно представить себе как фрактал. И оно всегда нуждается в фрактальной внутренней организации. Почему? Потому что вот, например, тело человека состоит из 6 умноженное на 10 в 13 степени числа клеток. Если их выложить редком, то этот рядок будет длиной 1,8 миллиона километров. Что больше расстояние от Земли до Луны. И вот, когда они выложены редком, у нас каждая клетка соприкасается с двумя соседями. С одной и с другой стороны. Это называется смежностью клетки. Если мы выложим их не редком, а на плоскости, то идеальная смежность клетки для максимально плотной упаковки будет равна 6. То есть это будет гексагональная упаковка. А у нас трехмерная организация тела. Трехмерная упаковка. И каждая клетка в этом организме, в этом трехмерном объеме, она, во-первых, должна как-то контактировать с внешней средой тем или иным образом. То есть либо непосредственно с внешней средой, либо через какие-то системы организма, которые будут доставлять ей потоки внешней среды. Потому что каждая клетка должна дышать в этом трехмерном объеме, потреблять постоянно эти питательные вещества, сбрасывать углекислый газ и продукты обмена. И поэтому для внутренних клеток такой внешней средой у нас служит кровеносная система прежде всего. Ну и все другие распределительные системы, которые им вот эти все элементы с внешней среды, поступающие до них, доносят. И поэтому там какое-то минимальное или максимальное расстояние до кровеносного сосуда должно быть у всех клеток. Там две, три или сколько там клеток должно отделять любую клетку организма от кровеносной системы. Ну, чтобы она там не задохнулась, чтобы это была диффузия газа и веществ с кровеносной системой. И соответственно нам нужно организовать, например, кровеносную систему так, чтобы она в этот трехмерный объем всем клеткам организма все эти необходимые вещества доносила и забирала те, которые им не нужны. И как мы организуем таким образом упорядоченный трехмерный объем этой кровеносной системы, понятно, значит проще всего и эффективнее всего, так как у нас фрактальная структура, это лучшая структура, которая заполняет пространство высшей размерности, устроить эту кровеносную систему фрактальным образом. И здесь еще мы же знаем, что диффузия газов, например, она происходит через двумерную плоскость, через эндотелий сосудов, капилляров. То есть через двумерную плоскость у нас происходит вся эта диффузия и мы, значит, должны максимальной площадью этой двумерной плоскости заполнить этот трехмерный объем. Опять же, это мы можем лучше всего сделать путем ее фрактализации этой площади эндотелия сосудов благодаря ее фрактальной укладке. Ну а фрактальная укладка достигается благодаря древовидному ветвлению этой кровеносной системы, вплоть до капилляров включительно. И поэтому кровеносная система оказывается фрактальная. И, в общем, мы можем рассматривать отдельно как кровеносную систему, как фрактальное древо, а можем как бы рассматривать, ну, как бы, дольковидную организацию всех остальных клеток, которые лежат между кровеносными сосудами, тоже как, ну, обратную, но тоже фрактальную систему, фрактализованную, которой эта фрактализация необходима для вот этой интенсификации обмена. И, кроме кровеносной системы, квазифрактальная любая система, которая в организме осуществляет обмен вещества или формаций внутри трехмерного объема. Например, лимфатическая, нервная, пищеварительная система. Ну, вот здесь вот это вот почки. Опять же, суть такой фрактализации это повысь, это заполнить пространство высшей размерности. То есть, если у нас что-то проходит через двумерную мембрану, и чтобы оно интенсивнее происходило, нам нужно максимальную площадь этой двумерной мембраны впихнуть в трехмерный объем ограниченный. Ну, вот в случае почек, например, это вот двумерная мембрана, через которую фильтруется жидкость. В случае кровеносной системы, понятно, это двумерные эндотелии сосудов, капилляров, через которые тоже все, что нужно фильтруется в обе стороны, доносится туда-обратно. Квазифрактальное строение имеют органы, осуществляющие непосредственный обмен с окружающей средой. Действительно, ну, с внешней средой. Легкие, пищеварительная система. Ну, вот пример, например, квазифрактальности пищеварительной системы, которой складчатость всасывающая части пищеварительной системы, она многоуровневая. Первый уровень складчатости, складчатость самой тонкой кишки, которая лежит в полости тела, и в результате сама длина этой тонкой кишки оказывается довольно большой. Второй уровень складки внутри поверхности кишки. Третий уровень крипты, слизистой оболочки, которые покрыты однослойным всасывающим эпителем. Четвертый микроворсинки эпикальной поверхности всасывающих клеток. И пятый, сам гликокаликс на поверхности этих микроворсинок, в которые встроены ферменты пристеночного пищеварения. И в результате у нас общая площадь этой всей системы всасывающей пищеварительной оказывается, ну, очень-очень многократно, благодаря этой характеризации, многократно повышенная интенсивность всасывания оказывается намного выше, чем если бы это было что-то нефрактализованное. Другой пример – это легкие. Ну, это вообще классика, которую в свое время моделировал и сам Мандельброд. Вот, модель баронахиального древа млекопитающих, смоделированная Мандельбродом из фрактальной геометрии природы. А вот трахейная система легких собаки делают это реальные модели. Их просто берут и жидким гипсом заливают, и потом оно там застывает, а потом растворяют все биологические ткани, и остается вот гипсовый слепок этого легкого. Вот, и здесь, понятно, тоже идет обмен газами через эндотелий вот этих вот бронхиол, через мембрану. То есть нам нужно максимальную площадь этой мембраны впихнуть в ограниченный трехмерный объем этого легкого, для того, чтобы максимально интенсифицировать обмен газом. Вот, и поэтому ветвление, фрактальность этого легкого, оно, в общем-то, ограничивается только сопротивлением воздуха. Ну, то есть, если мы вот возьмем много-много тонких капилляров и попробуем через них дуть, это не то же самое, чем через одну большую пустую трубку. Это будет гораздо сложнее, нужно будет больше усилий прилагать и сопротивление, потому что, ну, от трения этого газа в этих микротрубочках, оно будет усиливаться. И поэтому по вычислениям фрактализация вот этого легочного древа, она примерно на таком уровне, чтобы мышечные усилия от вдоха и выдоха, приталкивания воздуха в эти легкие, они были, не превосходили, ну, расход на питание мышц кислородом, которые нужны на дыхании вообще. Ну, то, что, если вот это трение воздуха и сопротивление воздуха при супербольшой фрактализации будет слишком сильным, то, в общем, потребление кислорода начнет уходить на то, чтобы вот пытаться дышать и делать эти усилия дыхательные. Вот. Ну, а так, баланс между сопротивлением воздуха и площадью мембран бронхиол, вот оно и определяет уровень фрактализации всех легких. Другой, то есть вот это все примеры использования живыми системами на организменном уровне фракталов для интенсификации обмена с внешней средой, которая образуется благодаря увеличению площади контакта их либо друг с другом, либо с внешней средой. Ну, прямо или косвенно с внешней средой. В случае кровеносной системы косвенно с внешней средой, функцию которой выполняют для внутренних клеток организм кровеносной системы, ну, или прямо в случае легочной пищеварительной системы, тоже увеличение контакта с внешней средой, благодаря, как бы, заполнению пространства высшей размерности, заполнению двумерными мембранами максимально плотно и эффективно трехмерного объема, вот, в случае там легочной пищеварительной системы. Другое важное, полезное свойство, которое используют живые системы, создавая фракталоподобные структуры, заключается в том, что фрактальный алгоритм позволяет построить, по крайней мере, как бы визуально сложный, достаточно сложный орган, состоящий из множества самоподобных элементов, используя минимальное количество генетической информации. Это свойство фракталов, вот эта вот простота алгоритмов их генерации. То есть, если у нас какой-то ветвящийся древок, какая-то ветвящаяся структура, организму не нужно генетически программировать там ветвление каждой отдельной веточки, вот ее этот момент, ее форму, ее нужно запрограммировать очень простой алгоритм самого процесса ветвления. И получается такая самоподобная структура, которая кажется красивой и сложной, но на самом деле она простая, потому что это простой элементарный ветвящийся алгоритм, в ее основании лежит, вот как и во всех фракталов. И причем во многих таких ветвящихся структурах этот алгоритм, он генетический, физиологический, по своему формированию очень похож. Например, оказалось, что один и тот же сигнальный путь взаимодействия фактора роста фибробластов с рецептором этого фактора роста повторно используется при детерминации каждого последовательного шага ветвления и трахеол-дрозофилы и легких млекопитающих. И вот этот алгоритм фрактального роста структуры, он же это то самое непрямое кодирование получается при росте структуры. И оно еще полезно тем, что это не какой-то жестко-генетический заданный процесс. Он создает необходимый для приспособления, для нормы реакции уровень глобильности таких квазифрактальных структур. То есть там, где нужно, можно включать более густое ветвление, более быстрое или более редкое, в случае каких-то там этих самых перепадов, чего-нибудь там, насыщенность, уровня насыщенности кислорода или что-то, что-нибудь. Вот, то есть можно его, можно такие структуры, их морфологию контролировать более лобильно. Вот такой приспособительный механизм генерацией фрактальных структур. Вот, если перейти на организменный уровень организации, то здесь можно отметить, что если для подвижных организмов характерна фрактализация внутренних органов систем, то для неподвижных или малоподвижных организмов характерна фрактализация часто внешних систем организма или всего организма в целом. Например, ну, вот, еще пример этих самых внутренних и внешних фрактализаций это, например, фрактализация там внешней, внешней формы тела лишайников очень красивые, фрактально хорошо моделируется, вот, или там пищеварительных желез, ганат, тех же самых морских звезд. Вот, самые, наверное, демонстративно-показательные существа живые с фрактализацией внешней структуры тела это растения. И поэтому они очень хорошо моделируются даже простыми моделями, простыми моделями фрактальной, ну, генерации фракталов. И те формы, которые визуально кажутся, ну, причем они реально моделируются, можно найти алгоритмы, которые моделируют форму настоящих, например, листьев, настоящих растений такого-нибудь вида. И визуально они как бы сложные, такие как все биологические системы, но на самом деле они, оказывается, тоже описываются довольно простым фрактальным алгоритмом, простым фрактальным набором данных, которые, в общем, оказываются достаточно. Оказываются, они только визуально сложные, на самом деле они довольно простые. фрактальность чего фрактальность нужна сидячим организмам, например, растения. Ну, опять же, здесь для внешних зеленых частей растения понятно то же самое, как и в случае внутренних органов, перераспределяющих материю и газ внутри подвижных организмов, фрактальное ветвление веток, оно позволяет вместить на какой-то ограниченной трехмерной области, на котором это растение сидит, растет максимальную площадь поверхности зеленых листьев этого растения, через которое идет фотосинтез, через который идет обмен газами и испарение. То есть, опять же, здесь храктальность служит лучшим способом заполнения пространства высшей размерности, способом втиснуть максимальную двумерную площадь в ограниченный трехмерный объем, потому что все эти физиологические процессы в зеленых растениях идут через двумерную плоскость поверхности зеленых частей. таким образом эта фрактализация это самый такой простой способ увеличить эту площадь на ограниченном трехмерном объеме. Подземные части растения тоже выполняют тоже софрактализацию, выполняют ту же самую функцию корневая система. То есть здесь получается фрактализация ее увеличивает интенсификацию всасывания этих самых влаги с почвы. И интенсификация достигается фрактализованным ветвлением. ну и здесь при этом процесс роста самих корней он вообще тоже не сильно контролируется и он когда его проанализировали оказалось что он достаточно регулярен и очень похож на движение бромовской частицы. ну потому что тут нам поддерживать какую-то регулярность растению не нужно. Опять же здесь важно только какая-то сама площадь этих корневых волосков для того чтобы интенсивность всасывания была достаточно высокой. Ну это в случае если говорить только всасывание. А так то конечно оно еще поддерживает для поддержания контакт с почвой должен для закрепления почвы достаточно быть развитым. здесь оказалось что размерность корневой системы еще и связана с размерностью самой почвы субстрата. Фрактальную размерность самой почвы тоже можно измерить. Ну опять же это зависит от методологии в разных работах она измеряется по-разному но оказывается можно найти корреляцию между фрактальностью структуры самой почвы и фрактальностью корневой системы в численном виде и это все проанализировать и оказывается фрактальность корневой системы лежит в районе 1,15 до 1,21 до 1,21 соток и в разных почвах меняется в зависимости от фрактальности самой почвы. очень интересный пример развития фракталоподобной ветвящейся структуры у животного которое встречается очень нечасто потому что оно чаще встречается у растений это хаотическая фрактальность тела паразитического мешкогрудного ракообразного который вот так это вот прямо из догеля и это ракообразное оно живет в теле других ракообразных всяких разных крабов там часто или еще какие-нибудь раков отшельников разные виды могут жить ну вот и оно там под панцирем живет и оно питается просто всей поверхности тела всасывая эти ну всасывая питательные вещества вот и оно вообще уже не выглядит как ракообразное то что оно ракообразное узнали только выделяя его личиночную форму по личинкам свободно плавающим как и всех ракообразных его видовую и семейственную родовую принадлежность определили вот почему оно так происходит во-первых можно предположить что так как оно ведет паразитический образ жизни ему вообще не имело смысла эволюционно поддерживает свою нормальную форму тела ракообразного и она постепенно атрофировалась то есть если какие-то мутации которые влияют на форму тела и нормальные очертания тела не устранять они же будут накапливаться а в его случае это не имеет значения они продолжают накапливаться и в результате от этой формы тела совсем ничего не остается а остается вот такой вот хаотически ветвящийся такой вот мешочек то есть получается как бы и причем очень интересно что вот такую форму тела каком-то каком-то предупреждении смоделировал и модельброд по фрактальной геометрии природы но при этом он моделировал типа как бы делал фрактальную модель расползающегося чернильного пятна вот и получается он как бы моделировал турбулентность и действительно вот такие вот неустранимые мутации формы тела и мы можем сравнить с генетической турбулентностью которая накапливается в очертаниях тела и в геноме ну той части генетического кода которая должна отвечать за это внешние структуры тела вот такая генетическая турбулентность неустраняемая эволюция накапливается накапливается и приводит вот к таким вот таким хаотически ветвяющейся фрактальной структуре просто потому что это гораздо это самая простая наверное самоорганизация такой вот хаотизированной структуры которую только можно придумать когда уже ничего остального не осталось для того чтобы хоть как-то поддерживать интеграцию своего тела когда уже перемешанной и промокировала все что можно но так чтобы он еще смог нормально жить и функционировать вот а форма уже не важна вот эта турбулентность она приводит к такому вот ветвящемуся ветвящейся хаотичной структуре к такому вот паттерну вот ну и к тому же так как он впитывает всей поверхностью тела это заодно увеличивает телепление увеличивают немножко площадь соприкосновения с тканями хозяина этой площади тела вот и получается такая получается такие вот фрактализованные структуры как пример такой генетической турбулентности можно сказать другой пример квазифрактальной морфологии это фрактализация скелетных образований здесь животные тоже используют фрактализацию структур довольно-таки полным образом например как вот ветвящиеся такие красивые журные фрактализованные структуры радиолярий фрактальные развлепленные скелеты которых распределяет их массу по достаточно большому объему чтобы они могли парить в слоях воды а не падать кубиком кольцита на дно сразу же у позвоночных животных это пример например губчатость губчатая кость которая тоже такой пористый субстрат который тоже можно оценивать как вазифрактальную структуру и ну просто опять же мы можем например в норме и патологии оценить фрактальную размерность этой губчатой кости и отличить нормальную от патологических которые происходят какие-то изменения чисто просто просто как бы численно используют фрактальный алгоритм как метод анализа таких вот неправильно хаотизированных естественных структур например вот размерность губчатой кости ранжирует от 1,93 для здоровья кости до 0,80 0,87 в остеопорозных образцах и до 1,19 сотых в остеоартрозе например вот это все можно распознать проанализировав их фрактальную размерность одни из самых таких ярких примеров использования фрактальных скелетных структур вообще в эволюции живого мира в истории живого мира это были аммониты древние хищные плавающие моллюски у них была фрактализована так называемая сутура это или лопастная линия называлась это как бы место прикрепления перегородок которыми разделено это их раковина к самой раковине ну как у наутилуса на перегородке разделено время от времени и если вот ее сверху сточить но не очень много и не очень мало чтобы оно только начало проявляться и это можете присмотреться там где эти аммониты продаются там где обычно камни продаются полудрагоценные там можно увидеть образец которому нас точно достаточно чтобы фрактальность этой сутры увидеть где она начинает проявляться почему она у аммонитов развилась потому что аммониты были хищными моллюсками которые пытались плавать быстро и догонять свои жертвы и здесь им нужно было с одной стороны иметь достаточно легкую раковину для того чтобы они могли быстро плавать и с другой стороны раковину прочную потому что так как они быстро плавали не могли стукать где-нибудь обо что-нибудь и если бы она была непрочная она бы легко разбивалась вот и они бы умерли от этого нет того чего не вымерли и вот это вот сочетание прочности и легкости она достигалась вот этой фрактализации сутра фрактализации вот этой лопастной линии вместе контакта ее с внешним с внешней раковиной этих перегородок ну пожалуй это наверное один из самых красивых в истории живого мира примеров фрактализации скелетных образований но вообще многие скелетные образования сейчас фрактализуются своими носителями животными например вот сочленение костей черепа они фрактализованы хоть немножко но фрактализованы и это повышает просто плод ага да а отчего вымерли аммониты все-таки от того что личинки аммонитов вымерли личинки аммонитов они были более беззащитные они вымерли там от каких-то этих первом океане когда все эти пертурбации начались и все начали вымирать там повысилась кислотность что ли или снизился уровень кислорода и вымерло много планктона которыми эти личинки питались и эти личинки аммонитов остались без еды и вымерли то есть сами аммониты были вообще везде были неуязвимы а вот личинки были выязвимы и они начали вымирать и сами аммониты вымерли пищу пищевые их рацион исчез которым эти личинки питались и вот этот эффект повышения прочности при увеличении складчатости этой структуры это как вот в этой детской загадке где задача где как поставить на лист бумаги типа стакан с водой и обычный лист бумаги он сгибается а если сложить его гармошкой то он оказывается достаточно прочно точно так же здесь она вот увеличение площади соприкосновения она от фрактализации она увеличивает прочность как бы вот ну и еще опять же здесь же в скелетных образованиях кстати можно увидеть и фрактализацию тоже для увеличения площади соприкосновения с внешней средой это в носовых пазухах оно все должно работать для того чтобы увеличить площадь это на которой будут садиться эти молекулы химические для ощущения запаха вот вот там у собак или у каких-нибудь ластоногих млекопитающих морских если в музей заглянуть там посмотреть там вот оно прям очень фрактальное очень пористое потому что там получается очень большая площадь через которую там проходит что-то воздух проходит там или вода проходит вот смотрю каких организмов и большую площадь на которой сидят рецепторы соответственно меньше меньше количества молекул они смогут уловить запаха вот ну вообще у разных животных в разных группах часто сильнее фрактализуется только та или иная система органов потому что эволюции приходится все время жертвовать чем-то все время что-то развивается а что-то недоразвивается ради этого например у турбилярий например в процессе эволюции наиболее усложняются за счет ветвления кишечника и протонифридии у моллюсков кровеносная система пищеварительная железа у насекомых трахейная система которая вытесняет систему кровеносных сосудов вот но как правило фрактальной структуры повышается в процессе эволюции интенсификации деятельности этого органа можно еще свести к фрактальной структуру фрактальной свести структуру например какого-нибудь вот какую-нибудь структуру которая описывается логарифмической спирали например типа структуру наутилуса или многие растительные формы описываются логарифмической спирали логарифмической спирали вообще много что описывается вот то есть у которых соотношение сторон равно золотому сечению можно описать эту логарифмическую спираль в виде такой фрактального бесконечного многообразия прямоугольников последовательности и это будет как бы показательностью фрактальности организации этой структуры вот другое важное интересное направление фрактального анализа которое наверное с другой стороны несколько более сложное противоречивое и слишком теоретическое фундаментальное и трудно объяснимое это использование фрактального анализа во всяких синтетических областях биологии типа протеомики геномики транскриптомики метаболомики но в общем почему нет оно тоже может быть довольно перспективным потому что биологические организмы это организмы динамические многокомпонентные это сложные системы элементы их соединены в единое целое целым множеством нелинейных связей там есть и модульность и это динамика и самоподобие вот и это все должно отражаться вот во всех этих вот системах и иерархичность и самоподобие их и такие системы метаболические системы сетями метаболомы и геномы и кондектомы они характеризуются вот эти вот сети они характеризуются масштабной инвариантностью и они характеризуются качеством малого мира то есть если распределение элементов сети подчиняется степенному закону сеть масштабной инвариантно ну вот ну то есть там ну как количество связи этой цепи или количество цепочек растет или уменьшается согласно какому-то числу в какой-то степени сеть сеть оказывается масштабной инвариантно ну потому что этот закон он тоже общий для всех уровней ну их конечно здесь не бесконечное количество но какое-то количество присущее именно этой сети у него есть вот так что его можно описать как вазефактал и если два любые узла сети могут быть соединены очень небольшим числом звеньев сеть обладает качеством маленького мира малого мира ну это как в социальных сетях это где-то там 5 например звеньев когда через максимум 5 рукопожатий все люди типа объединены на земле друг с другом в фейсбуке это даже еще меньше по количеству друзей вычислили там три целых сколько там десятых все люди мира объединены ну все в цепочке в среднем там три целых сколько-то десятых звеньев всего в этой цепочке то есть это очень маленький мир если бы это было полностью жестко контролируемая созданная например какому-нибудь разумом искусственным разумом абсолютно оптимальная сеть у нее было бы минимальное количество связей между элементами системы она была бы самая распределенная и самая оптимальная вот если бы это была хаотическая сеть то там был бы весь спектр ну такой равный набор всех связей от самых коротких до самых длинных но мы имеем сеть которая более или менее оптимальна настолько насколько самоорганизация позволяет создать как бы если слепы слепой этот эволюционный процесс своим отбором позволяет создать ну и получается сеть маленького мира которая более-менее так самоорганизованная оптимальна там 356 звеньев между каждым из этих элементов сети там максимум вот ну и фрактальные свойства выделяются выявляются в ней тут здесь опять же все зависит от технологии фрактального исследования ее вот ну и фрактальные свойства могут выявляться в ее древовидной структуре и здесь есть отдельное направление которые описывают все вот такие сети маленького мира в том числе биологические сети там там есть свои параметры там параметр центральности показатели расстояния между всеми парами узлов и графах определяется но описываются они как графы но это целая математическая отрасль область описания вот таких вот сетей и ветвей со структур если это какая-то метаболическая сеть она может быть описана в терминах фрактальной организации каких-то авторегуляторных петель между анаболическими и катаболическими процессами вот можно описывать как фрактальную организацию сеть метаболических гиперциклов которыми наполнена каждая клетка описывали и описывали даже вот в эту филогенетическую сеть просто древо живого мира и оказывалось что разные разная фрактальность присущая разным ветвям вот этого филогенетического древа но опять же ее можно вычислять по-разному в зависимости от каждой конкретной методологии как ее прорисовывают и как там ее вычисляют но для млекопитающих грибов там для вирусов оказывается фрактальные размерности отличаются если как бы систематизировать по одной методологии писать можно его будет описывать но и это все характерно вообще для любых самоорганизующихся сетей маленького мира вот пример связи 3200 аэропортов например тоже такой кондектом тоже характеризуется связи маленького мира с фрактальным распределением как бы кластеров больших и маленьких элементов включая в себе больше или меньше количества связей на эко-популяционном уровне описаны поведение прежде всего описывают поведение живых существ вот или их взаимодействие с окружающей средой или паттерны вот распределение рисунки распределения этих живых существ по экосистеме здесь когда мы говорим о фрактализации поведения живых существ здесь дело в том что вот саму подвижность живых существ подвижных их можно как бы приравнять к увеличению относительной поверхности тела которое достигается не усложнением их формы а которая является физиологическим эквивалентом их движения то есть если у нас неподвижное существо оно может фрактально расти ветвиться и заполнять просто своим телом отростками пространство а подвижное оно не фрактально ветвиться телом а просто отбегает в разные моменты времени такое же например пространство оно как бы не абсолютно эквивалентно потому что оно в какой-то момент времени только находится в какой-то моменте пространство но если вот эти треки как бы проследить то оно как бы например своим пищевым поведением покрывает в общем то пространство которое может например теоретически покрыть неподвижное живое существо просто ветвясь вот и как бы начав контролировать просто неподвижными ветвящимися элементами тела то же самое пространство которое подвижному приходится отбегать вот поэтому можно вот это движение представить как увеличение относительной поверхности который достигается не усложнением формы а самой подвижностью то есть вот и соответственно так же как мы анализируем фрактальную размерность ветвящихся неподвижных структур точно так же мы можем анализировать фрактальность движения вот динамики живых существ вот и динамика и движение самих подвижных существ и динамика простого какого-то например двухкомпонентного взаимодействия хищник-жертва тоже может иметь фрактальную структуру например есть работы по описанию фрактальности блуждания рыбного косяка например и работы по организации периодов активности неактивности дрозофила например меланогастр которые тоже имеют такую комплексную структуру но и в результате тут получается как бы тоже такая кластеризация которая фрактальная фрактальность которой зависит и меняется в зависимости от каких-то особенностей самого живого существа или окружения в котором оно находится может окружение это тоже терминированно хаотичное поэтому этот элемент терминированного хаоса все равно будет давать фрактал даже если ее поведение будет линейным само поведение тоже не линейно ну и это все анализируется например экологическая сеть как подтверждено компьютерным моделированием представляет проявляет фрактальное поведение и во времени и в пространстве то есть такие события в динамике сети имеют приористую временную шкалу и фрактальное распределение в пространстве и благодаря этому экологические сети называют мерцателями то есть структура экосети никогда не статична ее потоки не находятся в устойчивом состоянии например такие работы как-то ну вот как пример были сделаны на фрактальном анализе крупномасштабной структуры экосистемы бареальных лесов и оказалось чтобы реальные ландшафты лесов ну просто по фотографиям сверху они представляют из себя такие комплексные мозаики состоящие из заплаток ареалов тех или иных обитателей и вот это пространственное их соседство определяет многие экологические процессы вот то есть если суммировать основные направления использования фрактальности живыми существами то мы здесь можем выделить несколько основных направлений первое это формирование более сложных контактов между органами частями структурами в пределах одного организма например там усложнение лопастной линии ауманитов там швов между костями черепа всякие костные структуры благодаря чему достигается дополнительная прочность или интенсификация обмена между структурами это одна из самых важных пожалуй интенсификация обмена между структурами или между организмом и внешним миром второе это совершенствование систем регуляции и контроля имеющих иерархическое строение и максимально охватывающих внутреннее пространство организма например нервная и кровеносная системы ну кровеносная система как система контроля может она еще всякие гормоны тоже переносит то есть мозг например его можно же и вообще описать получается как трехмерный объем максимально структурированным и правильным образом заполненный одномерными структурами условно говоря нервными отростками благодаря тому вообще и кодируется вся эта информация и благодаря этому как бы ну так и отличается мозг то есть это не аморфная это высокоэнтропийная просто месиво трехмерного объема это максимально сложно уложенные одномерные структуры в этот трехмерный объем вот ну и это достигается фрактализации например форм нейронов и точно так же можно фрактальный анализ и самих нервных цепочек нервных сетей производить вот то есть совершенствование систем регуляции контроля имеющих иерархическое строение третье это интеграция отдельных структур системы более высокого порядка например мышца тоже пример совершенно фрактальной тканевой такой организации мышца которые эти миофибрилы состоят из элементов все меньшего и меньшего масштаба ну и другие тоже можно найти подобные такие системы потом четвертое формирование разного рода полостей в костях раковинах других биоминеральных образований фрактализация самих биоминеральных образований как например вот эти скелеты глокожи губок радиолярий что приводит к уменьшению их веса без снижения прочности пятая метамеризация структур и частей тела увеличивающая объем органа или размеры всего организма ну конечно там не просто какая-то метамеризация которая ногоножку делает не совсем фрактально но если какая-нибудь ветвящаяся какая-нибудь структура которая улавливает у этих морских организмов типа морских лилий что-то ну или те же самые ганады то есть где состоит орган состоит из долек как бы ну то есть понятно эволюционно был очень простой а потом он начал ветвиться эти дольки начали отпочковываться но оставляясь присоединенными друг к другу простой такой алгоритм фрактализации органа привел к тому что там суммарная площадь эпителия необходимая для производства чего-то он производит или там для выполнения функции вот или стромы она оказалась достаточно высокой организм благодаря фрактализации то есть метамеризация структуры части тела следующий это фрактализация трехмерного объема с целью его структуризации уменьшение числа степеней свободы для потоков вещества энергии и информации внутри этого объема ну это вот пример фрактализация цитоплазмы клетки трехмерный объем структурируется благодаря системе двумерных мембранных органел и одномерных нитей условно одномерных нити цитоскелета которые его структурируют вот следующий направление использования фрактализации фрактальных структур это чисто на уровне кодирования этой структуры использование фрактального алгоритма формирования сложных систем организма включающего процессы самоорганизации с целью уменьшения объема управляющей информации когда мы как бы визуально сложную фрактализованную структуру например ветвяще закодируем простым набором генов которые там руководят ростом этой трубки и время-отремни включающимся ее ветвлением очень небольшой объем информации генетической позволяет закодировать как бы такую в целом сложную структуру вот плюс чувствительность такой структуры каким-то внешним влиянием среды способностей к изменению в процессе развития что характерные для кровеносной для гастроваскулярной для прочих таких систем животных капиллярных которых это фрактальность уникальная в общем может даже использоваться для вычисления уникальности самого организма потому что фрактальная самоорганизация она приводит на микроуровне на уровне этих капилляров отдельных приводит к формированию уникальной структуры благодаря именно лоббильности этого фрактального процесса формирования этой структуры вот потом следующий вариант использования фрактальности это фрактальность окраски покровов животных который в общем отражает процессы самоорганизации поведения самих клеток которые вырабатывают пигменты там взаимоотношения все эти клеточные потоки как они самоорганизуются в эту фрактальную структуру и с одной стороны для формирования таких паттернов требуются очень простые алгоритмы клеточного поведения опять же ради экономии управляющей информации а с другой стороны хаотические и регулярные фрактальные паттерны они как бы наиболее органично вписываются в природный ландшафт с ее естественной хаотичности этого природного ландшафта то есть здесь тут такая хаотическая фрактализация в общем ее не нужно усложнять пусть она будет такая простая хаотическая фрактализованная их меньше будет видно на хаотическом внешнем ландшафте вот и потому что и этот хаотический внешний ландшафт и получается и хаотичность вот распределение пятен такой краски это все пространственный отпечаток процесса вытерминированного хаоса и хаос на хаосе становится меньше заметен вот потом наверное одно из самых важных последних элементов фрактальности живых систем использование фрактальности живых систем это фрактальность динамики самоорганизующихся процессов живых системах которую мы видим исследуя от каскадов бифуркации поведения экосистем динамики развития экосистем до странных аттракторов поведения физиологии любых систем многоклеточного организма будь то странные аттракторы которые могут описывать все что угодно энцефалограммы картиограммы если это система самоорганизующаяся если эта система детерминированно хаотическая то мы в результате визуализировав ее динамику фазовом пространстве получим странный аттрактор если этот аттрактор странный значит он будет фрактальным и тут языком фрактальной геометрии мы сможем описывать саму динамику этих систем ну то есть это не то что как живые существа используют фракталы а то почему они динамически фрактальны потому что они открыты самоорганизующиеся детерминированно хаотические системы поэтому динамика их неизбежно будет фрактален само по себе ну и конечно как бы косвенно можно сказать что используют потому что это позволяет им эволюционировать позволяет им быть более устойчивыми и как бы повышать норму реакции при взаимодействии с внешней средой и при индивидуальном развитии и при эволюционном развитии вот то есть здесь как бы фрактальность тоже отпечаток самоорганизующиеся детерминированных хаотических процессов как и во всей природе поэтому если мы находим где-то фрактальную структуру то с очень большой вероятностью там идут процессы самоорганизации если мы где-то в природе находим процессы самоорганизации с очень большой вероятностью мы сможем увидеть ее отпечаток в виде фрактальных фракталоподобных структур ну вот это же относится и к живым системам то есть здесь фрактальная геометрия это фрактальная геометрический способ исследования процессов самоорганизации и вообще нелинейного анализа живых систем на всех уровнях организации как системы открытых отменивающихся с окружающей средой веществом энергии поэтому фрактальная геометрия она очень большая и важная часть вообще вот этого нелинейного комплекса исследований которую мы можем называть энергетикой а можно просто назвать нон-лине science вот ну вот все по поводу фрактальной геометрии биосистемах давайте на этом мы закончим тогда вот все и на этом мы заканчиваем наш курс больше не увидимся рад был с вами общаться вот спасибо вам всем что вы были с нами со мной спасибо большое очень за ваш курс очень было интересно я хотел бы узнать вот я на кафедре взял вашу книгу подскажите они где-нибудь продаются еще возможно ли где-то их достать потому что на кафедре мне сказали чтобы я обязательно вернул но я хотел бы ее себе в коллекцию нет к сожалению сейчас нигде невозможно я их не продавал но они существуют но я когда уехал все вещи сложил в камеру хранения но там их тоже достать невозможно потому что я коробки не подписал ну и я надеюсь когда-нибудь они оттуда достанутся я почему-то не подумал что надо их оставить больше зачем мне было загружать их в эти коробки ну и просто собирал и собирал я не знал что их так мало оставил я просто забыл об этом но как-нибудь я их достану я тогда с вами поделюсь я их просто даю я их обычно это просто вот хорошо я вас понял большое спасибо ну все зачет вам Наталья Евгеньевна выставит на кафедре вот так что всем спасибо до свидания спасибо до свидания спасибо до свидания Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...